В Луганске неизвестные граждане захватили строение телекомпании ИРТА. Есть такая телекомпания, которая своей редакционной политикой избрала то, что должны, мне кажется, сегодня избрать нормальные люди, прежде всего, граждане Украины бороться с сепаратистскими настроениями, когда фактически в Восточной области усилиями туристов из России призывают вот эти регионы Украины через какой-то непонятный, незаконный референдум попытаться отделиться от Украины. Я ссылаюсь на ИРТА-факс, мову оригиналу. НАТО в людей выбыла в входные двери, заняла все кабинеты, вынесли в огнегасник и погрожают спалить телекомпанию. Если им не отдадут для знищения вихідні матеріали для сюжета про захопление будильной администрации у неделю. Также загарбники пытаются прервать мовлення телеканалу и пытаются отключить эфир. Журналист Тетяна Даниленко, я ссылаюсь только на то, что опубликовано на официальной странице Тетяны в Фейсбуке, захопили телеканал ИРТА, Ландика, который критиковал сепаратистов. Там співробітницы с детьми пообещали вбить обоих. Я понимаю, что могут захлестывать, конечно же, эмоции, но если это правда, то реакция должна быть на все эти штуки острая. За несколько минут до начала эфира, опять-таки, из Луганска уже поступает другая информация о том, что пророссийски настроенные люди, захватившие здание телекомпании, выходят оттуда. Тем не менее, пару человек еще остается и требует отключить эфир. 737-73-10. Мы продолжаем наш телемарафон «Украина едино, Украина едино». Мы вместе с вами работаем в прямом эфире. Звоните нам, задавайте свои вопросы в эту студию. Информация из Крыма тревожная поступает. Есть такая информационная группа, она называется «Информационное сопротивление». Это источники достоверные. Это люди военные, журналисты по образованию, которые находятся в том числе на территории Автономной Республики Крым. Несколько раз, я подчеркну, проверяется информация, только тогда она выкладывается в интернет. Но здесь ссылка идет на пресс-службу военно-морских сил Украины. Около 12 часов 10 марта госпиталь вооруженных сил Украины в Симферополе, это столица автономии, захвачен военнослужащими Российской Федерации и представителями так называемой самообороны Крыма. На 15 часов больше информации пока не поступало. Весь медицинский персонал вывели с территории госпиталя, в медучреждении проходит лечение около 30 человек. Часть из них находится в реанимации. По сообщениям пресс-службы военно-морских сил, врачей к этим людям не допускают. И в пресс-службе, я цитирую пресс-релиз, назвали действия российских военных и сепаратистов крымских просто одним словом фашизм. Также на этой неделе вполне вероятно принятие решения о распуске Верховной Рады Крыма. Об этом заявил Сергей Куницын, постоянный представитель исполняющего обязанности президента Украины в Крыму. На сегодняшний день, я цитирую Куницына, есть основания для того, чтобы произошел распуск парламента Крыма. Есть также соответствующий законопроект. Я не исключаю, что на этой неделе такое решение будет принято, заявил Сергей Куницын. Он также отмечает, это вполне понятно, что распуск парламента Крыма необходим для того, чтобы он не смог утвердить результаты референдума, так называемого референдума, который должен состояться в Крыму 16 марта. И официальное заявление Германии, по словам канцлера Германии Ангела Меркель, произойдет, будет оглашено в четверг, 13 марта. Это будет особое, как обещается, правительственное заявление о событиях в Украине. Мы в своих эфирах стараемся использовать только официальную проверенную информацию. Вот еще одна тревожная информация из Крыма, я представляю нашего гостя в студии. Под Бахчисарай во время захвата автомобильного батальона вооруженных сил Украины российскими военнослужащими, солдаты Российской Федерации открыли автоматный огонь. Об этом сообщает представитель командования батальона. Огонь, насколько я понимаю, был не на поражение, предупредительный. Там, в Бахчисарае, российские военнослужащие пытаются вывезти с территории части оружия и технику. Ну и наш любимый, в кавычках, и родной Виктор Янукович вновь пытается объявиться. По крайней мере, на это дают ссылочку в источниках Ростова-на-Дону. Якобы 11 марта Виктор Янукович проведет очередную специальную пресс-конференцию. Зачем этого черта из табакерки могут достать? Мы, конечно же, догадываемся. Он снова будет призывать, на мой взгляд, российские войска на территорию Украины. Уже не только Крыма, но и Украины. Вот такие новости тревожны на этот час. Чуть более подробнее о других новостях мы расскажем позже. В следующем блоке я представляю нашего гостя в студии Валерий Тихтярь, подполковник запаса, военный эксперт, руководитель общественной организации «Наше военное дело». Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Я специально всегда наши выпуски начинаю с информации того, что происходит в Крыму. И вот то, что вы сегодня услышали, что вас больше встревожило. И вообще ваша оценка как военного эксперта того, что происходит на территории Крыма. Я понимаю, вы будете сдержаны, но тем не менее, если эмоции есть, их тоже надо показывать. Спасибо. Значит, по поводу той информации, которую я только что услышал от вас, да, предлагаю опять перейти на ты, Сергей. Да, да, да. Мы знакомые, оба подполковника, оба ветераны воинской службы, да, по поводу захвата госпиталя. У меня есть информация другая. И я бы просто посоветовал, да, вот взгляд со стороны. Слово «захват» и мне, например, лично военному режет уши. Захват, в моем понимании, это пришли вооруженные люди, постреляли, есть жертвы, травмы и все остальное. Давайте так, дай Бог, чтобы без жертв обошлось. Я говорил ссылки на пресс-службы военно-морских сил Украины. Я видел то же самое по телевизору, как бывший начальник госпиталя, о котором идет речь, рассказывал, что люди в камуфлированной форме представили личному составу госпиталя другого начальника госпиталя, его оттуда вывели, проходят плановые обслуживания тех людей, которые там лечатся, медицинский персонал находится в госпитале, его на территорию госпиталя по какой-то причине не пускает та дежурная смена госпиталя, которая находится там. — Кстати, если не секрет, какой канал вы смотрели? — Я не помню. — Но Крымский или Российский? — Я одевался... Нет, это, по-моему, наш какой-то канал. Я одевался к тебе на эфир и буквально вот краем глаза увидел, что событие в Крыму, и подошел, посмотрел. По поводу Крыма, что ты хочешь услышать? — Я хочу твою оценку услышать, прежде всего, и хочу, чтобы телезрители тоже ее услышали. — Эта студия — это прямой эфир, это мнение каждого. — Значит, мое мнение, да? — Хочешь я первую фразу твоего мнения скажу? — Скажи. — Мы пришли к тому, что должно было случиться. — Я не помню, прошел уже месяц или нет, когда мы с тобой в этой же студии говорили, да, о тех событиях и возможном развитии тех событий, которые были месяц тому назад у нас в стране. На мой взгляд, те события в Крыму, которые происходят сейчас, это вытекающие события с той ситуацией раскачивания нашего государства, как сейчас я готов опять подписаться за каждое свое сказанное в прошлом эфире слово, за проведение специальной операции по принуждению нашей страны к дружбе, в кавычках, с Евросоюзом, в скобках, международным валютным фондом. Мое личное мнение, да? — Я не думаю, да, чтобы группа вооруженных людей в камуфляжах появилась бы в Крыму, если бы не вели себя так активно, иногда, скажем так, особо борзо, те наши граждане Украины, которые по своему менталитету не поддерживают тех ценностей, не поддерживают тех героев, не поддерживают взгляды той части граждан Украины, которые проживают как в Крыму, так и, что там греха таить, да, и на юге Украины, и на востоке Украины. Что мешало на момент развития событий в Киеве, той стороне трех руководителей Евромайдана, Яценюка, Кличка и Тегникбока, на момент, я не помню, какого числа это проходило, по-моему, 21-го числа, да, когда был подписан, если я буду ошибаться в датах, поправь меня, пожалуйста, ты по своей специальности вот больше всем этим делом владеешь. Отключаем эмоции, возвращаем разум, да, начинаем вспоминать. Я согласен, что Янукович далеко не правильный руководитель и не тот человек, который достоин там, вот, чтобы за него сердце рвать, не говоря уже о том, чтобы жизни ложить, да. Но, тем не менее, на тот момент он был легитимно избранный, действующий, верховный главнокомандующий и президент нашей страны. 21-го числа, если мне не изменяет память, был подписан договор о том, что Украина переходит к Конституции 2000, отставить... Решение по Конституции 2004 года. Да, 2004 года парламентско-президентская. До этого Яценюку предлагалось возглавить кабинет министров и создать так называемое правительство согласия или доверия. Ну, оно больше так, переходное правительство, все-таки временное, но таковым и кажется, покажет время. Всем понятно, да, что, в принципе, Янукович пошел на серьезные уступки требования Евромайдана, да, и что мешало, допустим, дождаться ситуации по выборам, которые предлагались в этом договоре и должны были состояться, если мне не изменяет память, в декабре. Какая была необходимость приводить к жертвам для того, чтобы избирать верховного главнокомандующего и президента Украины в мае? Надо ли было ложить 100 человек? Валерий, давай так, скажу правду, надо смотреть по хронологии. 25 мая возникло уже после того, как президента Януковича отстранила Верховная Рада. Тут, конечно, можно в юриспруденции еще спорить, да, надо было объявлять импичмент, а не переходить, нет такой должности, исполняющей обязанности главы государства. Я тут полностью согласен. Но давай вернемся к событиям все-таки на Майдане, ведь для многих посылом к поддержанию вот той точки зрения, о которой мы сейчас говорим, стали жертвы на Майдане, на главной площади страны. И сегодня уже документально доказано, что это были люди, которые представляют МВД и СБУ, которые убивали людей. Это первая позиция. И вторая позиция, наш друг Путин воспользовался слабинкой, слабинкой украинской власти, которую я сейчас не буду говорить, как я отношусь к той троице, которой ты сказал, там еще можно говорить о Турчинове, потому что свое мнение в период Майдана я высказывал, и оно далеко не лицеприятное для них, на этом закончим. Тем не менее, давай говорить так, что мы сейчас с тобой ведем этот разговор, в отличие от предыдущего, все-таки в рамках, давайте говорить, агрессии, интервенции, есть разное толкование этих смыслов, тем не менее, это не зеленые человечки пришли на территорию Крыма, это российские военнослужащие, которые представляют сегодня не только военно-морской флот Российской Федерации. Там есть и десантура Псковская, там есть и другие представители. То есть, я думаю, что все-таки надо поворачиваться и говорить, о чем надо говорить, о мире сегодня, или о том, что вооруженные силы должны вот сейчас перейти Ченгар, там перейти Перешей, Перекопский, и вступить в схватку с иноземными интервентами. Вот я спрашиваю, о чем сегодня надо говорить? Значит, давай вот поговорим. Я не хочу, чтобы стреляли, упаси Боже, да кому это надо? Крым моя родина. Тем более, да, я хотел бы повести наш разговор в такой теме, да, мы с тобой уже прожили определенный период, с нами служили, да, разные верховные главнокомандующие были у нас, разные министры обороны и так далее и тому подобное. Как я когда-то говорил, наши начальники приходят и уходят, а мы остаемся, да. В Украине на сегодняшний день не существует достаточно боеготовой армии, мой личный взгляд, да, которая могла бы серьезно отстаивать интересы нашего государства и наших всех граждан, как с северным соседом, так и со всеми остальными соседями, которые рассматривают нашу страну исключительно в своих личных интересах. Мы опять же говорили на прошлом эфире с тобой о том, что кроме нас, любимых, да, граждан Украины, какие бы мы ни были, Украина рассматривается, на мой взгляд, как Международным валютным фондом, так Евросоюзом, так и российскими олигархами, как способ вот решения каких-то своих, разменная монета для решения своих каких-то вопросов. На сегодняшний день, на мой взгляд, нельзя назвать там агрессия, там еще как-то такими вот жесткими словами те действия, которые происходят у нас в Крыму. Насколько мне известно, да, есть, возможно, там и есть российские военнослужащие. Почему возможно, Валера, давай вещи называть своими именами. Я знаю, это честного прямого офицера. Давай называть вещи своими именами. Или это мы там с тобой рисовали российские военные номера на боевой технике? Значит, у тебя есть свои какие-то источники, да, у меня есть свои какие-то источники. Повторяю, никогда не верил никому. Собираю информацию отовсюду, пропуская через мозги и делаю вот свое умозаключение. Я не исключаю то, что там участвуют военнослужащие, и помимо того, которые были в Крыму, что сейчас туда начали заходить. У меня есть информация о том, что вот эти силы обороны, да, там, в основная часть этих сил обороны это граждане Крыма. Кто-нибудь на сегодняшний день, кроме криков, что там проходит оккупация, оккупация проходит сколько уже дней, жертвы есть? К счастью, их нет. Я беспокоюсь о том, что, да, сейчас просто дадут повод, провокация. Кто-нибудь зайдет в Крым, мы не можем Крыма нести таким забором, чтобы туда через море или другие там способы кто-то не прошел. И для решения своих вопросов или уничтожит российских представителей того же Черноморского флота, да, или тех граждан Украины, которые честь им и хвала находятся на территории своей родины и не поддаются тем провокациям, которые сейчас по отношению к ним происходят. Я не поддерживаю никак тех зеленых, как ты говоришь, человечков, которые приходят на территорию наших воинских частей и начинают тестировать наших военных на преданность народу Украины. Я их не поддерживаю. Но повторяю честь и хвала нашим офицерам, прапорщикам, солдатам, которые не поддаются на эти провокации. Даже выстрелы в воздухе и так далее и тому подобное. Минуту. Но, к сожалению, и мы к этому пришли, нашелся один продажный, да, военнослужащий в генеральских погонах. Уже есть два. Есть еще пограничник, который сглавлял как раз погранслужбу на территорию Черноморозовского бассейна. Скажем, те люди, которые действительно являются защитниками Родины, и те, которые пашут, зная, что такое солдатская портянка и т.д. и т.п., они понимают, что такое воинская честь, да. При любых раскладах, вот будучи, там, допустим, командиром части, как бы я ни относился, лично я, да, к России, там, Крыму и т.д. и тому подобное. Даже если бы я был гражданин, да, там, проживающий, родившийся в Крыму, когда ко мне пришли бы в гости, да, товарищи, постреляли в воздухе и сказали бы, там, сдайте оружие и т.д. и тому подобное, честно, вот, отвечая за свои слова перед всей Одессой. Прочистил бы линию, сказал, вот это моя земля. Переступите, буду мочить всех. Хотите, идите. У нас есть телефонный звонок, общаемся с городом. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая студия, здравствуйте, уважаемый ведущий, его гость. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что такое Саласпилс? Еще раз. Саласпилс. Лагерь, детский. Да, да, да. Да, да, да. Скажите мне, это европейские ценности, которые мы переживаем. Понимаете? Еще живы те люди, которые это помнят, знают. У меня два деда погибли в этой страшной мясорубке. Вы видели, как Жараку Мартину стреляли в лобик и порубили его на куски, сняли шкуру и прямо в присутствии детей и женщин бросили львам, толпит. Неужели нельзя было его определить в какой-нибудь зоопарк? Или даже наш, вот этот зоопарный, обещал дать 200 тысяч долларов, чтобы там второго, такого же, не генетического мартина выкупить. Понимаете? Не хочу я в Европу. Меня же не спрашивают. А этого гадского Януковича я тоже не уважаю. Но мы жили с ним под мирным небом. И пенсию он платил. Хочет. А сейчас, сказали, пенсия будет маленькая. Тарифы на... Давайте, вы пенсию получаете? Вы пенсию получаете? Да, получили. Вы получили уже пенсию? Получили, да. В феврале получили. В полном объеме. Ну, пока да. Ну, вот эта социальная, вот эта вот строчка бежала. Сказали, что пока... Понятно. Я понял ваш вопрос, да. Спасибо огромное. Вот несколько вопросов по Януковичу, да, под мирным небом. То, что делала власть не только Янукович, а вообще... Да вся украинская власть не хотела об этом говорить, скажу, по отношению к вооруженным силам. Вот мы сегодня к этому приплыли. Что касается пенсий, то, надеюсь, они все-таки сокращены не будут. По крайней мере, я вот тоже получил в полном объеме. Конечно, всегда хочется больше. Валер, ну, вот такой был вопрос. Европейские ценности. Я не понял, почему концлагерь смешали с жирафом, которого действительно тоже жалко. И почему только концлагерь на территории прибалтики. Давай вернемся к ценностям. Мои предки защищали как Одессу, когда сюда приходили немецко-фашистские захватчики, так и освобождали наш город вместе с войсками Третьего Украинского фронта. Это по поводу европейских ценностей. Опять же, вернемся. О каких европейских ценностях мы говорим? О том, что коррупции не должно быть, о том, что государственный чиновник должен не воровать, а работать на страну? О том, что граждане Украины не должны воровать, да, и платить нормальные налоги и так далее и тому подобное. Опять повторяю, мы возвращаемся к старому эфиру. Что нам мешает? Европейской стране с умными, работящими людьми навести порядок без участия в нашей с вами стране, без участия. россиян и без участия англосаксов в любых их... Я бы еще третью категорию добавил, без наших воров в высоких кабинетах. Сейчас дойдем до этого. Если мы говорим о тех европейских ценностях, которые нет коррупции и так далее, двумя руками за. Но я никак не приветствую те европейские ценности, которые сейчас выходят у нас. Опять в кавычках, европейские ценности. Возможная причина движения в Крыму это оно и есть. Когда наши граждане Украины с западных территорий начинают навязывать нам, центральным, восточным и южным областям свое видение мира. Так случилось, что государство Украины в 91-м году состояло, но было разное. Крым, мы помним, подарил, отдал, как угодно. На тот момент руководитель Советского Союза Хрущев. Есть в западной Украине своя история, она ближе к австро-венгерским всяким делам. Пока мы, граждане Украины, не начнем слушать и слышать друг друга, такие вещи, как находятся у нас сейчас в Крыму, когда за нас с вами будут пытаться решить наши с вами вопросы, они будут возникать. Эта ситуация в Крыму это первое. Развал как Януковичем, так и его попередником, помаранчивым нашим президентом вооруженных сил. Вспоминаем, когда пришла помаранчивая власть, нас кадровых офицеров взяли и назвали почему-то контрактными. Почему собственно? Дальше. Тот министр обороны сказал, что оказывается, город-герой Одессы на взмозе готоваты патриотично наложтования их офицерев и наш знаменитый Одесский институт сухопутных войск был перемещен. Болградская десантная бригада была уничтожена. Для чего? Ну вспомни, мы об этом пытались говорить, кем нас называли, врагами народа. Люди, которые говорили, нельзя переводить. Я уже говорил, что сейчас как раз тот момент, когда Академию надо постараться вернуть все-таки сюда. И после того, как это все было сделано, напоминаю, как вот, мое опять личное мнение. Агент влияния, господин Януков, отставить этот Ющенко, прямым текстом сказал международным судейским инстанциям, что ребята, принимайте решение, я готов отдать шельф нашего острова Змины. А почему собственно? То же самое, меня, например, сильно напрягает... когда я об этом начал говорить в прямых эфирах, меня попытались на тот момент еще служившую уволить из вооруженных сил. Понимаю, сам такое. То есть сейчас, на мой взгляд, происходит дальнейшее экскалация напряжения у нас в стране для того, чтобы под шумок решения там вопросов языковых, отделения Крыма, федерализации и так далее и тому подобное. Опять смотри, нас... Валерий, 30 секунд, у нас есть звонок. Давай мы, наверное, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер, говорите, мы слушаем. Говорите. Какая-то мистика со звонками происходит, когда мы говорим о Марфоне. Ладно, давай все-таки, вот знаешь, какой аспект мы не затронули, время эфира очень быстро пролетает. Социальный аспект. Не кажется ли тебе, что сегодня... Не, не кажется. Наверное, это все-таки правильно, что сегодня тот момент, когда государство все-таки должно, я говорю подчеркивать слово, должно начинать решать социальные проблемы военных. Тем более, такие возможности у нашего государства все-таки есть. Несмотря на ту бедность, о которой постоянно говорится. И о квартирах. Вот далеко ходить не надо. Маршала Говорова, сколько этих домов настроили на воинских территориях? Ну хорошо, давай поговорим о социальных вопросах. О социальных вопросах военных. Ни для кого не секрет, что у нас основная часть армии это бомжи. Те люди, которые отстояли в квартирной очереди, честно, служили в родине от 20 лет и больше. Только у нас в Одесском гарнизоне более 20 тысяч, отстоит 2 тысяч безквартирных семей военнослужащих. Вопросы не решались как при помаранчивых, так и при сине-белых. Но на сегодняшний день, несмотря на то, что военнослужащие украинской армии проявляют чудеса стойкости и верности своей присяге, опять же, с тех источников, которые я имею, сегодняшний премьер-министр пытается подписать тот договор с Международным валютным фондом или как там, назовите как угодно, о том, что военнослужащие должны уходить на пенсию в 60 лет. Почему, собственно, отменять социальные те нормы, которые были... Смотри, тут еще и настроение в обществе, мы с тобой сталкивались с этим, да как это, вы вам по 40 лет уже на пенсию выходите, а на ком основании? Ведь и такое было, ведь, наверное, не только государство, оно, конечно, прежде всего, но и само общество виновата вот в таком отношении вооруженных сил. Сейчас мы везем через Хельсонскую область на Крым пайки, потому что наши тыловые части не могут обеспечить всех военнослужащих там питанием нормальным. Ну, это нормально. Ребята, вы нас тут гнобили с 91-го года, да? Ну, было же такое. Было. Было? Было? Было. Хочу продолжить, да, эту тему. У нас буквально одна минута и есть звонок. Прекрасно. Значит, первое, хочу сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину о том, что, потому что, да, показал нашим чиновникам о том, что необходимо повернуться к людям в погонах к армии, лицом. О том, что сказать спасибо за то, что вскрыл те негативные вещи, которые происходили у нас в нашей стране. Мы разные, да? И сейчас, благодаря тому, что есть события в Крыму, та активная, настроенная, агрессивная часть наших граждан Украины увидела, что кроме их мнения есть еще мнение. Я не знаю, как будут развиваться дальше события. Я не хочу, чтобы братский русский народ воевал с нашим украинским народом. Давай включим мозг, посмотрим, что будет происходить. И будем стараться влиять на ситуацию, которая происходит прежде всего. Телезрители надо заставить себя думать, прежде всего, а не наслушаться пропаганды. Есть телефонный звонок, очень быстро отвечаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Студия, здравствуйте, в прямом эфире. Вы меня знаете, Сережа, это не Горь Костова. У меня противоположный вопрос и связан с тем, что не считаете ли вы, что в данном случае российские рассказы как миротворцы? Я понял, но... Ну, давайте так, мое отношение лично к Бандере как к историческому персонажу вы тоже хорошо знаете, я его не скрывал. Я понял, я понял запрос. Я отвечу, и Валера продолжит, я не считаю это миротворческой миссией. Валер, вот твое мнение, очень быстро, у нас мало времени. Я больше отношусь к этому, да, на сегодняшний день, возможно, как к миротворческой миссии. В случае, если после проведения референдума в Крыму, при принятии решения жителями Украины, проживающими в Крыму, о том, что Крым остается, я так надеюсь, что так оно будет в составе Украины, те вооруженные силы, которые участвуют в Крыму в этих вот всех движениях, отойдут на места своей постоянной дислокации. В противном случае я буду тоже воспринимать это как агрессия на территорию моей страны. И про черту я напомню. Валера готов провести эту черту, я думаю, так как большинство все-таки честных, порядочных офицеров, которые есть в нашей армии и в запасе в том числе. Я пришел... 10 секунд. Хорошо. Все, нет, ладно. Валерий Дегтярь, руководитель общественной организации «Наше военное дело», военный эксперт, полковник запаса был в этой студии. И самое главное, что я услышал, я слышал его мнение, чем-то согласен, чем-то нет. Офицеры готовы защищать Родину. А это прежде всего... Слово одно. Один умный, уважаемый мной полковник сегодня сказал, что, наверное, настало время собирать офицерские батальоны для того, чтобы заставлять чиновников, которые пришли к власти работать на наше государство. Вот согласен. Согласен. Спасибо тебе огромное. По традиции нашего телемарафона вручаете символ нашего государства. Это государственный флаг. Сегодня у нас одна страна. Спасибо огромное. Вот таким получился прямой эфир. Я думаю, что прежде всего честным, откровенным, может отчасти и жестким. Любите наши вооруженные силы, народ и армия единым. Валерий, спасибо, что такие офицеры есть. Вам удачи. Через несколько минут увидимся в этой студии. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова